сергей здравствуйте это владимир мы с вами все не разговаривали что-то время вы не перезваниваете до сих пор я понял сергей здесь вопрос уже даже не об оплате все гораздо сложнее давайте сделаем так вы когда освободитесь полностью мы давайте с вами а я ее представители в ее вопросах которые у него у него возникли я буду представлять ее интересы в суде ну естественно да да каким образом скажите пожалуйста во первых каким образом забирать мы не можем вас найти и мы вас с полицией ищем через прокуратуру через сотрудников полиции и так далее ну так если в моих действиях нет ничего преступного я и по телефону сказал что я готов отдать смотрите вы можете сказать все что угодно сергей смотрите хорошо вы ведете аудиозапись там все нормально вот поэтому если сотрудники полиции не усмотрели ваших действиях какие-то скажем так правонарушения значит мы будем рассматривать в порядке гражданского производства соответственно мы будем предъявлять определенные требования в том числе компенсации морального вреда возмещения судебных расходов то есть моих услуг и так далее так далее понимаете в чем в чем смысл что-то прервался звонок смотрите давайте сделаем как чтобы мне вас не отвлекать вы когда будете готовы мы можем обсудить понятно что сегодня уже поздно никто никуда не поедет тем более здесь вопрос стоит не о том что там плату мы вас должны забрать толку нам не нужна ваша скажем так передача нам этой платы нам нужен результат результат до результат плата должна находиться в том месте откуда она была снята то есть вы должны пожалуйста я ее готов установить в любом случае только дело в том что ну человек который к вам обратился насколько я понимаю вы юрист консультант тут дело в том что человек сам отказался от всего то есть изначально мы говорили что она ремонтируется все хорошо хорошо вас есть есть аудиозаписи разговора где как вы говорите она отказалась ну кроме как слов года но слова понимаете делу не пришьешь если у вас есть конкретные доказательства есть вы можете мне на ватсап на этот номер сбросить вам нет ну я ее представитель поэтому я понимаю что вы ее представитель вам нет хорошо ей можете сбросить я это предоставлю если потребуется потребуется это мне это грубо говоря мой разговор с клиентом если она захочет в какой-то из инстанций что-то грубо говоря получить как моральная компенсация как вы говорите или еще что-то я смогу это все грубо говоря предоставить органам ну то есть вы будете доводить до этого правильно то есть вы в добровольном порядке решать в добровольном порядке в каком плане ну смотрите я по крайней мере вижу это следующим образом как минимум вы возвращаете ей эту плату не просто отдаете в руки да устанавливаете на холодильник так чтобы этот холодильник работал потому что давайте я вам скажу что плата исправно проведена экспертизы тому подобное мы прекрасно за чего холодильника причем здесь холодильники если проблем у вас плате а с проблемой с платой не было вот мы отдельно с вами будем на эту тему разбираться тогда если нужно будет проведем экспертизу и так далее а плата здесь абсолютно ни при чем мы знаем ту схему по которой вы работаете вы не первого человека я прямо скажу обманываете плата исправно то что там там ну да та штучка как который там прямо говорите вы вот так прямо говорите у вас есть подтверждение ну я же общаюсь конечно есть подтверждение да может быть вы знаете не знаете есть такая женщина елена вы ей делали ремонт и делали делали 14 тысяч и тому подобное получили и в итоге у нее так холодильники не работал то есть я так понимаю что много у вас потерпевших женщина пожилая пожилая женщина у которой есть кошечка с которой даже вы договор письменный подписали как ни странно понятно что этот договор ничего не дает это на мой взгляд пустышка которая даже и ныне невозможно рассмотреть адрес у вас постоянно меняется но то есть просто вот на мой взгляд это какие-то но обманные с вашей стороны действия ну либо либо так либо не так почему потому что вы скрываете свои персональные данные чтобы на вас ну подать исковое заявление без обращения в правоохранительные органы почему я не знаю почему вы скрываете почему я не скрываю ничего у вас был разговор у вас с моей доверительницей был разговор по телефону она спрашивала вас и ныне в итоге вы так ничего не сказали спрашивала где то есть понимаете нужна конкретная информация для того чтобы на вас подать иск в суд чтобы нам не обращаться правоохранительные органы чтобы они не устанавливали вашу личность если вы говорите что у вас есть какие-то гражданско-правовые отношения соответственно первым делом да стороны определяют кто с кем заключает договор если это не письменно то допустим устно ну ради бога тогда на первое требование вы как-то это должны предоставить эту информацию потому что иначе мы с вами бегаем и мы не можем установить вообще кто чего чей телефон и так далее телефон звоним на ваш отвечает другой человек и так далее ну понятно я вам позвонил потому что мы с вами согласовали такое время именно вечернее чтобы с вами обсудить но вы сейчас вот вы сейчас готовы предоставить свои данные для того чтобы нам оформить исковое заявление без обращения в правоохранительные органы в каком плане обращения то есть мы уже обратились уже вы знаете вас опрашивали все данные в материалах дела есть соответственно мы получим эти данные так или иначе но нам нужно ознакомиться с материалами проверки там есть ваше объяснение персональные данные почему мы сегодня пришли в мастерскую потому что вы получили информацию о том что вы сообщили в прокуратуру о том что вы эту плату отдали ну тому человеку не помню как его зовут который простите простите я сообщил кому прокуратуре прокуратуре не писал не вы прокуратуре не писали мы писали прокуратура проводила свою проверку и у нас есть такая информация что вы в прокуратуру или там куда я уже не буду в 12 деталей сообщили что выплату отдали в эту мастерскую что она там находится понимаете не знаю я ничего никому не сообщал информацию о плате было только у банны и только то есть я как бы ей говорил что смотрите она вам плату я говорю вы заберите плату потому что мне нужно понимать что мы дальше делаем мне она не нужна я ничего не хочу сверять и так далее все то есть как бы я это все зафиксировал я говорю хорошо ну я ее тогда вы храните и и вы храните и и как бы это для вашего же для вашего же блага как мы оказались в мастерской сегодня вот как вы думаете понятия не так я вам и говорю что мы ознакомились с материалами проверки прокурорской проверки ознакомились то есть сейчас прокуратура отменила постановление об отказе возбуждения уголовного дела и направила на новое рассмотрение то есть будут вас обратно вызывать опять опрашивать будут вашего коллегу опрашивать то есть вопрос еще не не закрыт по поводу уголовного дела понимаете поэтому я говорю что у нас есть информация видит процессуального документа где вы даете объяснение прокуратуре но я не помню уже там какой документ прокуратуре или сотрудникам полиции я говорю что о том что есть такой документ где вы конкретно говорите что вы оплату в эту оплату отдали в такую-то мастерскую значит коминтерна вы как она какой же адрес там там был мы сегодня были сейчас 17 какой-то шмидта 17 коминтерна 17 сейчас подождите вспомнил ну короче 17 я не помню какая там улица вот то есть мы живем из потолка эту информацию взяли естественно взяли из документов а откуда эта информация там значит куда ее сообщил соответственно вы сообщили а сегодня мы выясняем что у них никакую плату вы туда не передавали до вас находится дома то есть понимаете я думаю сотрудникам полиции это тоже не понравится когда вот их водят в заблуждение ну наверно вы просто сейчас жонглируете фактами потому что никому кроме анны я не сообщал о том что где плата находится когда меня спрашивали об общей информации что сейчас электроника я говорю что она у меня каких-то точных данных я не давал тогда скажите почему сотрудники полиции написали вот эту информацию потому что меня спрашивают где и как я могу ремонтировать электронику если я говорю что я ей не занимаюсь соответственно у меня есть партнер да вот как бы с ним работаю то что плата находится у него то есть вы предполагаете что не так до вас домыслили о том что плата находит я ничего не предполагаю я говорю то что я говорил ну ладно я не будем с вами какому-то итогу придем ну ему надо в любом случае какому-то итогу при придем ну смотрите я исхожу из того что ваши действия причинили моей доверительницы ущерб и моральный и материальный в частности она естественно несет затраты по поимус о плате моих услуг то есть вы как минимум должны компенсировать ей расходы связанные с оплатой моих услуг раз компенсировать ей условную какую-то цену морального вреда я думаю там какая-то маленькая сумма будет идти речь потому что она я юрист я не адвокат представитель да потому что будет гражданской деятельности все естественно все будет чеки все как положено договор сети об оплате все как положено тут вопросов не замечательно подскажите вот вы приходили сегодня мастерскую обращение оставляли до обращение составлено было отправлено по культуру еще раз бумажка обращение это что чем является вы читали его ну наверняка читали правильно ну так там написано все что это является это мы с чем это является это называется обращение там так и написано обращение мы просим вот зачитаю вам прошу подтвердить или опровергнуть поступление вашу мастерскую платы управления от холодильника samsung изъятый там у такого-то и такого-то или такого-то по такому-то адресу у такой-то или иных лиц то есть мы пытаемся понять где наша плата где наше имущество почему потому что мы еще раз говорю еще раз говорю и она в этом курсе плата у меня лично так как я выездной мастер занимаюсь на выезде ремонтом соответственно какое-то но у меня именно идет организации нету я большую часть запчастей храню дома вы мне скажите как вы считаете это нормально когда у вас находится чужое имущество больше не отказались ну то есть как бы вы сами послушайте что вы говорите как можно отказаться я слушаю как можно отказаться от чужого имущества мне человек несколько раз сказал о том что она отказывается забирать ее потому что она не уверена что это ее плата на любые проверки ну всегда можно сверить любые серийные номера так или иначе по шильдикам они подходят вот почему вы не возвращаете плату я понимаю что она может сомневаться потому что она вам не доверяет потому что она видит что в ваших действиях есть определенные признаки подождите а кто отказывается возвращать плату я разве сказал что нет я вам не отдам плату я вымогал деньги или еще что он здесь сказал не сказал вопрос в том что вы бездействуете вы взяли чужое имущество и пропали понимаете мы вас ищем сотрудниками полиции мы ставля устанавливаем ваши данные как вас зовут какая ваша фамилия и тому подобное где вы живете где ваш офис куда под понимаете мы проводим целое расследование мои услуги стоит денег я понимаю что ваш сотрудники полиции тоже как бы у них есть чем заняться вместо того чтобы разбираться наших предположительно гражданских правоотношений но это предположительно на мой взгляд на мой взгляд здесь нету гражданских отношений потому что если у вас была какая-то устная договоренность потому что со слов моей довериной доверительницы никакой договоренности о ремонте платы не было не было это вот ее слова это несколько раз я уже слышу я думаю что их опровергнуть идите в чем дело нельзя потому что каждую каждую встречу с клиентом я к сожалению к своему не записываю на диктофон не фиксирую как-то и мы все вот это оставляем на доверие друг другу соответственно на этом и строится это ваши проблемы вы взяли чужое имущество я не говорю что это моя проблема или еще что то я еще раз говорю плата электроника от холодильника samsung анны мне не нужна вы можете ее забрать в любом случае вы мне скажите какие-то работы с этой платой проводились скажите пожалуйста вот вы только что сказали что плата находится у вас что вы не специалист вы этим не занимаетесь все сервис вы не отдавали так все-таки вы определитесь подвергалась какому-то ремонту это релюшка там или плата как угодно либо нет кто этот ремонт делал этот ремонт делал мой партнер ну вот ваш партнер кто это сервиска где мы были ли кто-то другой что за человек дмитрий занимается иногда ремонтом то есть это как грубо говоря его хобби то есть вы хотите сказать что вы взяли чужое имущество потом кто-то в качестве хобби или там какого-то развлечения нет дело не в том что качество хобби развлечения еще что-то человек этим занимается имеются результаты положительные всегда то есть как бы в этом проблемы нет с учетом того что у вашей доверительницы была проблема по питанию на емкостных элементах и на реле как бы в этом плане я уже объяснил ситуацию если более сложный ремонт я обращаюсь к юрию но если это сложный ремонт соответственно вы мне скажите а кто отвечать потом будет за качество так называемого ремонта кто отвечать будет за качество но как бы я отвечаю за качество я оставляю гарантию на свою работу вы сказали что дмитрий ходит нет смотрите смотрите согласно всему я могу привлекать для выполнения той или иной работы которой я не могу заниматься какие-то партнерские соглашения и эти люди передо мной несут гарантию а я соответственно перед клиентами а почему откуда вы взяли что вы можете поручать оказание услуг третьим лицам потому что я занимаюсь ремонтом смотрите вот я вам просто теоретически нарисую картину вот у вас есть автомобиль наушно что-то починить вы отдаете в какой-то сервис да ну там так сказать доверяете этому сервису по рекомендациям а потом устаете что ремонтик этого сервиса кому-то там знакомому передал по халтуре так сказать что-то сделать ваша какая будет реакция вы-то отдавали в сервис занимается другая организация вы понимаете что все взяли ремонтом занимается другая организация вы только что сейчас сказали что некий человек другой человек другой исполнитель начал что-то там делать паять это неестественно с точки зрения гражданского законодательства приз при оказании услуг подразумевается что услуги должен оказывать лично тот с кем заключается договор тут с вами была какая-то предположим устная договоренность соответственно она должна я предполагаю еще раз говорю я предполагаю если у вас была какая-то устная договоренность явно вы должны это делать либо в договоре предусмотреть что я этого делать не буду это будет делать другой человек понимаете ваш inner специалиста как человека который будет оказывать конкретную работу но это все равно что меня вызывали как специалиста по электронике или специалиста по ремонту бытовой техники? По ремонту бытовой техники. Я, знаете, не специалист в этом деле. Я не могу вам сказать, чем один от другого отличается. Бытовая техника не состоит только из механических частей. Мне как потребителю все равно. Я обращаюсь к исполнителю. Вам все равно. Тогда мы о чем можем вести диалог? Я рассуждаю с точки зрения законодательства. Потому что вы являетесь стороной по договору, предположим. Так называемые исполнители. Я потребитель. Есть гражданский кодекс. Есть закон о защите прав потребителей. И там все регламентировано. Если я с вами заключаю договор, и вы исполнители, если иное не предусмотрено договором, а именно о выполнении работ кем-то другим, то вы обязаны работу об оказании услуг выполнить лично. Если я поступаю в университет, меня должен учить университет. Они должны диплом выдавать нам какие-то другие товарищи. Если я обращаюсь к адвокату определенному, то именно этот адвокат должен оказывать мне услуги, а не его товарищ, который не имеет юридического образования. Либо практикант. Вы понимаете, что вы несете ответственность за качество и за то, что именно вы будете лично делать работу. А сейчас выясняется, что какой-то Дмитрий в результате хобби совершил какие-то действия с платой по выпаиванию или не знаю там чего. В результате хобби вы сейчас оборочаетесь. Я просто объясняю, что занимались платой. Ну так подождите. Чтобы заниматься платой, нужно установить, вы не специалист, как определено было повреждение, было ли повреждение, какое было повреждение, почему этой информации нету. А какой информации и кому? Ну, доверителю моему, то есть вашему клиенту так называемому. Ну, вся информация была ей предоставлена. Каким образом? Каким образом? Посредством звонка. Посредством звонка. У вас есть запись этого разговора? Сейчас так не смогу вам ответить. Не помню. Скажите, пожалуйста, вот я разговаривал со специалистом, у нас есть соответствующая экспертиза. Чем подтверждается, что именно неисправность платы была. А не причина, то что перемерзла, то что, как он называется, морозилка не морозила, а внизу было все переморожено, из-за того, что там, я не знаю, там какая-то штучка, короче, какая-то там включает-выключает. Как это может называться, я не знаю. Ну, короче, выключатель назовем вот так, который, ну, видимо, какое-то идет переключение. Вот оно просто переморозилось. Специалист сказал, вот в частности в мастерской, в которой мы были, под видеозапись у нас ввелась соответствующая видеозапись, он сказал, что надо было просто разморозить и потом посмотреть. Если опять, ну, то есть, там вообще даже не было речи о том, что плата могла быть неисправна. С платой ничего не будет. Это электроника, вы сами понимаете. Владимир, я понимаю. Смотрите, сейчас мне просто нужен ответ. Плату она собирается забирать? Давайте я вам сейчас сформулирую конкретно наше требование. Нет, нет, просто ответьте, будет она собирать, нет. Если нет, то, ну, зачем мне тогда с вами сейчас разговаривать? Что значит, забирать она будет или не будет? Верните имущество в исходное состояние. Хорошо, пожалуйста. Я же еще раз говорю. Хорошо. Ну, помимо этого, я вам объясняю, что на данный момент будет подаваться искового иска. Плата мне это не нужна. Она у меня просто болтается, висит. Я понимаю, что вы мне объясняете. Хорошо, когда вы вернете данную плату и, соответственно, чтобы я присутствовал рядом, потому что я должен проконтролировать, как это будет все происходить. Пожалуйста, давайте сегодня. Ну, сегодня, извините, но время вот уже сколько? Во-первых, она живет далеко. Я живу в Октябрьском районе. Я сейчас не поеду. Давайте нормальное время выберем днем, завтра, днем. Смотрите, я сегодня могу, сегодня подъеду. Адрес у меня есть. У вас офис есть? Нет, я самозанятый. У вас к этому номеру телефона WhatsApp что-нибудь привязано? Нет. Смотрите, я... Алло, алло. Владимир, алло. Да, да, что-то звук пропал. Ага. Через 40 минут я привезу плату, мне она не нужна. Ну, мне тогда надо с ней посоветоваться, как она сможет, сейчас не сможет вас принять. Да ко мне, ну, это же не мое, не мои, я могу сейчас. Да сейчас это как раз ваши проблемы, понимаете? Вы не просто должны привезти, а установить ее в холодильник. Я зафиксирую факт того, что плата была передана, если мне не смогут открыть, ну, я по двери просто ее отнесу. Да вы глупости, не говорите, пожалуйста. По какую дверь? Вы на себя возьмете? 40 минут, буду там. Редактор субтитров А.Семкин